Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Церковь, непроходной двор. Это статьи я беру из книги своей, для слова Божия нет, уз, ну и показать, которые люди не знают, не считают, а тут увидят. Игнатий Лапкин, проповедник и просветитель. Игнатий Лапкин не в ладах с официальной церковью. То есть, это я беру, вставляю вот сюда, и дальше мы читаем. Это из газет, из журналов, где что есть. Когда в 1927 году митрополит Сергий пошел на конкордат с мирской властью, от многого отступила наша церковь, говорит Лапкин. Какаку нас крестят, только лбы мочат, а должно быть полное троекратное погружение, как князь Владимир крестил киевлян в Днепре. Я вышел тут в ролике, вот он показал, как современные архиереи, православные московского патриархата, говорят, только в полное погружение. А я им писал, и писал, и писал. Ну, минимум 40 лет, наверное, уже пишу им. И, наконец, началось сдвигаться. Торговлю не хотят убирать из храма. Еще Карл Макс сказал, что при 400% выгоды нет ни такого преступления, на которое не пойдет капитал. Даже по страхам вельселится. А у нас с одних крестиков по 2000% набегают. Господь дает мне возможность свидетельствовать в колониях и психбольницах. ЛТП, не знаю, и воинских частях. С пяти университетов, в десятках школ, в техникумах, во всех отделах милиции. Я сколько лет вел занятия, один только там у них был. В воинских частях, то есть нет заводов, фабриках, прокуратуре, судах, КГБ. Везде собирали людей и перед ними выступал. Рассказывать о Боге, об истине, об утерянных духовных ценностях. О том, до чего мы родились на белый свет. Фанатичная преданность православной вере и убежденность притягивают к нему людей. Завораживают, заставляя каяться в греках даже убийц и грабителей. Впрочем, для них отец Игнатий свой, кавычках. Хотя и в мыслях он никого не грабил, но в тюрьме побывать успел. О порядках Жанатасии Лапкин написал Москву. Так это что, Жанатас, это тот город Жамбульской области, Казахстан, где я сидел в лагере? Недавно эту колонию закрыли, но по-прежнему нет покоя Цу Игнатию. Сколько еще осталось таких колоний, сколько зла вокруг. Дорога, на которой бьются богами, ведет к пропасти, читает Лапкин. Для меня все заповеди святы, говорит Игнатий Лапкин. И жизнь каждого человека. Если бы было у нас такое право, мы бы плохих священников заменили на хороших. Но не заменить и выборы не проведешь. Господь не позволяет. Пока архиерей священника терпит, и ты терпи. Вот в чем трагизм нашего положения. Владимир Кузнецов, Сибирская газета, номер 10, 12 марта 1990 года. Барнаул. Это при советской власти еще. Проклят человек, который надеется на человека. И Ереме 17 глава 5 стих. Дело в том, что я дал статью, и был хороший там у них главный редактор, он напечатал, что откликнитесь, кто коммунисты остались, я про Ленина говорю, об этом чудовище. Ну заступитесь за Ленина, он как бы вызывал кто-то. И один какой-то вышел, там что-то маленько-маленько сказал, и сразу сгинул. Какой-то кандидат наук. Это точки означают, то есть это отрывок статьи моей. Когда через 70-летний порог брызнули первые лучи гласности и свободы, и стража не дождалась воскресения этой мумии Ленина, взору современника пристала чудовищная химера, маленький лысый пигмей, угробивший прекрасную страну. 100 миллионов жертв, принесенных в угоду его сатанинскому учению, потребовали отомщения. Тот, на кого надеялись целые поколения, образ, в кого лакировался и стилизовался под звериные нравы правителей, оказался по своей жизни и биографии недочеловеком. Унтерменш. Вина его игре столь велики, что входишь в соблазн. Да человек ли это был, или дьявол в человеческой оболочке? Это Дмитрий Смирнов об этом говорит. Его даже на земле нельзя хоронить, его надо сжечь, распылить по вселенной, чтобы нигде его духу не было. Сегодня только бездомные и уголовники могут почитать этого величайшего тирана и деспота, врага рода человеческого. В памяти народной он останется, как притеча антихриста, обольстивший всю вселенную. И не дал Бог покаяния тому, кто влиял на умы и сердца своим языком. Бог отнял язык. Россия очистится от этой скверны, принесет покаяние, испив горькую чашу искупления вавилонского пленения. Игнатий Лапкин, христианский проповедник, молодежь Алтая, номер 17. Лапкин и террорист. Известный христианский проповедник Игнатий Лапкин недавно в очередной раз претерпел за веру. Лапкин ведет в Алтайском техническом университете курсы по изучению Библии. Вот один из слушателей у курса, молодой парень, набросился недавно на Игнатия Тихоновича с кулаками. Парню не понравилось отношение Лапкина к московской патриархии, которую проповедник не признает еще с советских времен. Неизвестно почему нападавший так остро переживал за московскую патриархию, но защитник был отправлен в участок, где Иг схлопотал за хулиганство 10 суток, хотя сам Лапкин его простил. Свободный курс номер 5, 28 января 1999 года. Все божья роса. Полной фиаско закончилась беседа председателя комитета по социальной политике КЗС Владимира Петренко Северомонахом Кириллом из Московской патриархии. Кирилл Сахаров, это Берсеневка, рядом с храмом Христа Спасителя, метров 200 на этой стороне. Он был в лагере с группой. Петренко хотел знать, зачем представителю московской патриархии общаться с Лапкиным. Вот откуда, кому мешает это. Чья община, как известно, относится к русской православной церкви за рубежом. Опять же он недоволен тем, что Лапкин критикует коммунистов. Вот там критикуют коммунистов, а тут священников. Вот с этим-то он и подкатил к отцу Кириллу. Знаток научного атеизма решил уесть священнослужителя своими познаниями Писания. То есть это Петренко не просто председатель. Это был в Краевом партии, в Комитете партии. По идеологии это большая шишка была. Ведь всякая власть от Бога, сказал Петренко. Имею в виду, видимо, что и власть КПСС была под покровительством Божиим. Честно говоря, за такие доводы еще лет 10-15 назад Петренко выложил бы портбилет. Ну и нынче полемика не задалась. Отец Кирилл сказал, эй, нет, тут вы путаете. За вашей властью 100 миллионов жизней погубленных россиян. Петренко понял, что собеседник не по зубам и удалился. И то правда глаза колет. Правда глаза колет. Газета «Свободный курс». 15 июля 1999 года. Извинения за ошибку. В Алтайской неделе номер 29 от 15-21 июля 1991 года. Мирская газета. Мирская газета. Прошла информация о том, что Преосвященнейший Антоний, епископ Барнаульский-Алтайский, в одном из своих выступлений заявил, что Крестовоздвиженская община Русская Православная Церковь за границей. За границей? Так она пишется вместе. Это не ошибка. Представляет одну из зарубежных христианских конфессий. И к православию никакого отношения не имеет. Понятно. Но вот вы представьте, епископ говорит, зарубежная православная церковь никакого отношения. То есть ни меры, ни предела, ничего нет. И потом собъединяются, утверждаются, и никакого там покаяния-то не было. Они не были ни раскольниками, это были гонимые. Гонят в одном городе, беги в другой. Златоуст называет Христа великий беглец, бежал в Египет. Пресс-центр Барнаульской епархии доводит до сведения читателей. Алтайские новости. А Алтай... Вот это, там впереди написано было какое-то, что у читателя Н... Какая ошибка? Алтайская неделя. Да. Что сказано Владыкой, эта публикация грубо исказила. Так же, как и высказывания старости крестовозвиженского храма РПЦ за границей Игнатия Лапкина. Редакция приносит извинения за ошибку. Допущено при публикации Алтайской недели, номер 8, страница 13. Он умер внезапно, епископ, 41 год. Он у меня был дома, и у нас хорошее отношение было. Проповедь в СИЗО. Это из разных газет что-то я взял отрывки маленькие. Задавались ли вы вопросом, кто выходит к нам из-за тюремного забора, зверь или человек? Мало кто помнит ныне заповедь Христа посещать и утешать узников. Евангелие от Матфея, 25 глава. А ведь узники-то эти выйдут к нам, ни в Китай, ни в Турцию. Жить будут среди нас. Есть страны, где попавший в тюрьму по третьему разу может хлопотать пожизненный срок. У нас же частейка и шестикратных рецидивистов выпускают на свободу. То есть шесть раз уже судимы, заодно и то же. И сколько их ненависть выплескивается на все и вся. Их родственники, друзья, знакомые, это то поле, на котором высеивают они полновесный заряд неотъемщенных обид. Оскорблений, которые они перенесли, претерпели за колючей проволокой. Проповедник Игнатий Лапкин, журнал «Милиция», номер 1 августа 2000 года. Видите что? Это маленький отрывочек только взятый. Почему заплакал Игнатий Лапкин? О, это... Ой, какую пищу я подаю им. 10 января в Крестовоздвиженскую общину нанес визит епископ Ишимско-Сибирский Евтихий. Епископы Русской Православной Церкви за рубежом обратились к старобрядцам с документа покаяния перед старобрядцами. По словам староста Барнаульской Крестовоздвиженской общины, известного в России и за рубежом проповедника Игнатия Лапкина, этого документа православные верующие ждали более 300 лет. Увидев покаяние перед старобрядцами, сам Игнатий Лапкин не смог удержаться от слез. Что же касается развития отношений между русской и зарубежной православными церквами, то ни о каком сближении речи пока не ведется. Честное слово, 18-й, 1-й, 1-й. Моя девочка подняла руку, я знаю кто, коммерсанша. Коммерсанша, вот и вся ваша слава. Ничего нету. Никто из сотен тысяч людей, слушающих наши проповеди по радио и телевидению, никто из знающих наши нужды по восстановлению поселения в верующих и нашем детском лагере Стане, слышавших о наших занятиях по изучению Библии, никто не догадался помочь мне в установке на дому телефона, ибо я уже 6 лет не получаю ниоткуда ни рубля, и еще не получаю пенсии. Вот видите как, это публикация, на бумаге я взял благодарность. Без своего телефона я постоянно должен был бегать куда-то звонить, через перекладных получать ответ. То есть трудно было установить стационарно вот этот телефон. Вообще никак, а у меня ничего и нету. И только вы, дорогой Сергей Владимирович, решились помочь нам, лично мне, и за свой счет установили телефон. Какой-то коммерсант, я его в глаза даже так ни разу и не видел. Слава Христу! Вы даже и представить не можете, какое большое, доброе, облегчающее мне все работы дело сделали. Это ваше милосердие, осознание вашего дела, да видит Господь Бог и да приведет вас в Церковь Христову, стать ее чадом. И ваша возвышенная чуткость леп тогда зачтется. Вам в Судный День Христов. Всегда благодарим Бога за этот ваш подарок. Сотни тысяч звонков со всего мира уже поступили ко мне. Это все благодаря вам. Храни вас Бог и Божия Матерь телефон. Что интересно, жена его, откуда, знаете, жена передала ему это. Но он очень близко это принял, он говорит, ложится спать, его, говорит, возьмет и считает. И, наконец-то, она возревновала как, что ты, Игнать, ее больше любишь, чем меня. Ну, у жены-то есть. Баварину. Владимиру Николаевичу, мэру города Барнаула, который входил в десятку лучших мэров России. Дорогой Владимир Николаевич, великий Бог... На день рождения я ему, поздравитель, он привез на обыкновенном листике, напечатал там, ну, на бланке, конечно. А ему подарками этот, у него советник был, Владимир Петрович Овчинников. Он говорит, завалено все. Ну, и все одинаково и красиво. Он говорит, оно ваше, говорит, взявом, я гляжу, он стоит, считает раз, другой, считает, и лицо такое какое-то сделалось задумчивое. Великий Бог, сотворивший небо и землю, он дает всему жизнь и дыхание разума. Вот как попадается, сразу речь идет о Боге. 60 лет Господь хранит вас в этом грешном мире. Он дал вам многое испытать. Славу мира сего, владычество над народом многочисленным, наградил вас добрыми талантами. То есть, бывший партор моторного завода и трагически погибнет в автокатастрофе. О вас, думаю, как ни о ком другом в городе Барнауле, о правителях, добрая молва в народе. И вы достойны таких отзывов. Но, что пользует человеку, если он приобретет весь мир, а душа своей повредит? Евангелие от Матфея, 16 глава. Какой выкоп он даст за душу свою? Да, вот это вот. Представьте, что он нигде этого не слышит, а здесь он это услышал. Но каждый год он давал отчет о своей работе. Ну, в Краевом, тут нет большой музея или что-то. Меня всегда приглашение было. Несколько раз приезжал сюда, он тоже голубятник. У нас, православных христиан, не принято праздновать день рождения, дабы не уподобиться безумному Ироду. В этот день мы благодарим Спасителя Христа за Его милости, долготерпение к нам, что сохранил нас среди бушующего моря житейского. Мы всегда ежедневно благодарим Иисуса Христа, что ваше сердце расположено к нам, что теперь нам есть где молиться. Вот этот дом получил я благодаря Ему. Когда я выиграл процесс, счет был 11 миллиардов мне должны были изъяты. Те, которые нападают, у них пустое место, они не могут и не скажут никогда этого. 11 лет шел процесс, и я выиграл. Но если бы он не пошел тут на встречу, рассчитаться нечем в казныне. Это ответственная была городская администрация, а КГБ в стороне оказалось. А у меня изъяты были магнитофоны, пленки, очень большая фонотека, 2500 часов. А соединенной было по государству 11 миллиардов. Выиграл, конечно, меньше. Ну и тогда я предложил рассчитаться, где я сижу, это как раз это место. Пусть душа ваша обретет мир и покой в Искупителе Иисусе, и в вашей жизни доброе правление над всем городом продлится еще на многие годы. Вы наш желанный гость, и не только теперь, как мэр города, но любой пенсионер ли, большой ли, вузах ли, и на лето обязательно приезжайте в поселок Потерявку отдохнуть. Староста Крестовозвиженской общины, начальник детского лагеря Стана, Лапкин Игнатий Тихоныч. Так, а теперь письмо от него. Письмо от мэра администрации города Барло, 27.11.1997 года. Номер? 08.17. Уважаемый Игнатий Тихонович, с большим интересом ознакомился с материалами, которые вы мне представили. В очередной раз прихожу к мысли, что заочное знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего. Интересно, мы первый раз, когда поехали сюда, к этому дому, сфотографировать, он его сам передал, снимки эти все у нас в книгах есть где-то, и он на машине как вот так вот вывернулся, вывернулся на меня. Это вы в моем городе живете, а я не знал. Ваше имя в аналог города будет записано. То есть его очень тронуло это. Это человек, который видел, а который не видел, вот они там решают там и какие-то другие дела. Ваша просветительская деятельность, ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств патриотизма, любви к родине и ближним, ваши беседы и проповеди перед людьми, совершившими поступки и преступления достойно уважения. То есть он узнал все, а познакомил близко с ним, это общинников Владимир Петрович, он в Афганистане был, советник его, советник, все документы передал. Я сожалею, что решение вашего вопроса затянулось на многие годы. Суд шел 11 лет. Но в то же время искренне рад, что крестовозреженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв. То есть они знали, куда, с чем мы будем заниматься. Он приехал недели, еще полтора, у нас уже алтарь построили, все уже. Он до того удивился, как много все сделано. Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей верных Слову Божию. Это у нас состав слова гордо, понимают, то есть нигде не склоняться перед неправдой, но его понимание такое. С уважением, глава городского самоуправления Владимир Николаевич Баварин. А это Пороскун. 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 Юрий Федорович. Юрий Федорович. Прокурор Алтайского края. Генерал-лейтенант. Юрий Федорович, желаем вам душевного спасения и мужества. 50 лет Господь хранил вас от смертельных опасностей. Он продляет вашу жизнь и ожидает искреннего покаяния во грехах, нелицемерного служения ему. А то представьте, к прокурору края я пишу. И вот какие отношения к нему, к прокурору? Я выхожу, мужчина сидит один, говорит, второй год хожу, говорит, не могу попасть на прием. Вот толкает, говорит, каким-то, а я к нему мог два раза в день приходить в любой день. Видите, какое отношение. Ваша должность заставляет вас быть всегда непогрешимым не только перед изменчивым человеческим законом, но в первую очередь перед Божественным, перед Евангелем и перед Совестью. Пусть и в последующие годы мы не огорщим друг друга и не пожалеем, что были близкими в борьбе за справедливость. Да сохранит вас Господь Иисус Христос и Преснадева Мария от всяких бед и зла на радость вашему Ангелу-Хранителю. Всегда призываем на вас Божие благословения. 17 декабря 1908 года. Вот, а теперь статья такая появилась. Добрые дела прокурора Параскуна. Интересно, как-то я в типографию зашел, она говорит, Игнатий Тихонович, у нас представление такое, что вы считаете что-то высокое вроде бы, как хвалитесь, что прокурор, мэр города встречался. Да этих прокуроров, мэров, вся страна полна, а вы один. Вот и весь ответ. То есть никто им больше этого не скажет. А там в газете пишут. Выпускник Алтайского государственного университета, прокурор Алтайского края Юрий Параскун, канун самого главного православного праздника, Пасхи, сделал сразу два добрых дела, которые зачтутся ему на небеса. И мне говорят, вот они такие были, и все они около вас как-то стараются. Это они хотят царство небесное получить. Они столько нагрешили. Я говорю, ну это плохо что ли? Ну пусть даже так в этот момент они тоже хорошо делают. Во-первых, разрешил известному проповеднику Игнатию Тихоновичу Лапкину встречаться с приговоренными к смертной казни и проводить с ними беседы. То есть я начальник у тюрьмы, Клименко Анатолий Иванович, полковник, подал прошение, а он не знает, кто его настроил так вот. А туда никого не пускает, никого. Там в подвале, там столько дверей, запоров, и все время дежурят, и двое, и с собакой. Пока я здесь, вам там никогда не бывать. Ну я вышел, позвонил Юрию Федоровичу, прокурору края, там я. Да ничего, я прихожу, каждый раз скажут, а во вторник. А он там. Еще он там приехал с ним, видимо, лично поговорить, не по телефону. Улыбается мне и говорит, заходите, сегодня вы уже пойдете куда вам надо. Все, вопросы все сняты. И полковник этот ничего не говорит, все. Я стал заходить к страшным преступникам и именем Евангелия. Во-вторых, направил 1 миллион рублей детям трудового православного лагеря Стана. Эти средства будут потрачены на закупку крупы, сахара и других продуктов, питания ребятишкам. Кстати, лагерь недавно был зарегистрирован отделом юстиции «Край» и обрел статус юридического лица. А назван он в честь вещеномученика Климента Анкирского. 4-й век, страдавшего за веру... 302-й год. Страдавшего за веру 29 лет и 11 месяцев, подвергаясь непрерывным пыткам и мучениям. Более чем кто-либо в истории человечества. За науку АГУ. А так, за науку газета называется Алтарского государственного университета. Видите, какие? Дальше. Благодарности Лапкину Игнатию Тихоновичу за его многолетний тяжелый труд в проведении занятий по изучению Библии Слова Божьего. Благодарим за вашу любовь, бессонные ночи, проведенные в молитвах за нас, работу над нашими душами, порой неблагодарную, но бесценную, так как вы угождаете всем во всем. Ища не свои пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. 1-й Краймсканам 10.33. Вы своим примером постоянно побуждаете идти вперед, не успокаиваясь на достигнутом. Благодарим Бога, который через вас собрал нас в одну семью. Вы смело можете сказать вместе с апостолом Павлом, печать моего апостольства, вы в Господе. 1-й Краймсканам 9.2. Неверующий это не напишет. Мы будем молиться, чтобы занятия возобновились и в следующем году дай вам Бог здоровья, душевного спасения, дабы проповедуя другим самому не статься недостойным. 1-й Краймсканам 9.27. Крестовозвиженская община города Барнаула, 18 апреля 1999 года. Дальше. Благодарность администрации учреждения ИЗ-17-1. То есть это УИН УВД, то есть это тюрьма, проще сказать, СИЗО. УИН УВД Тайского края выражает большую благодарность и признательность членам Крестовозвиженской общины православных христиан города Барнула, Лапкину Игнатию Тихоновичу и Загуляеву Алексею Викторовичу за их кропотливую и нелегкую работу по оказанию и посильной помощи в деле религиозного просвещения обвиняемых и подозреваемых. 3700 человек. Я выступаю по рации, потом иду по камерам, несем Евангелие на Пасху, там даже яйца крашем, то есть ходатайство за них делать. И удивительное дело, что Бог сделал. Я прихожу в прокуратуру, где следствия ведут тяжелый отдел по особо важным преступлениям, и мне дают рассматривать дела. Я выбираю, вот здесь идет группа за убийство, и мне дают право, и отдельный кабинет, я как следователи, их приводят, даю кого, и они приводят, и я с ними беседую. Вот в группе их, кажется, 5 человек. 5. Трое выйдут на свободу до суда. Трое. Дальше. Они убили солдата. Духовно-материальная поддержка представителями общины, заключенных, содержащихся в трудных условиях недостаточного коммунально-бытового обеспечения, внесли в души изолированных от общества людей ростки надежды, оградили от полного отчаяния, наставили многих на путь законопослушничества, мирской жизни, побудили задуматься о ее будущем. И администрация пишет, то есть они это видят, что идем по камерам, выступаю по рации, это все трогает. Руководство, учреждение и весь личный состав, перед которым я тоже веду занятия с офицерами, выражает свою благодарность непосредственно Лапкину и Гнатью Тихоновичу за проведенные лекции, беседы с сотрудниками учреждения. Мы надеемся, что наши совместные встречи, наши совместные дела будут продолжены и в дальнейшем. Начальник учреждения из ЗСИ Назрадима А.И. Клименко, 8 мая 1996 года. Я уезжаю в Потеряевку, и они берут мой адрес. Как найти, если у нас будет захват заложников или что-то? А сколько людей обратилось? 17 лет, ни одного. Почему? Не готовы, курят. А поп пришел на один день, 470, сразу крестил. Ну что сравнивать-то? И пришел полупьяный. Мне говорят, а что поп-то у вас пьяный приходит? Ему разрешено было. Благодарность Аксенову. Это работник краевой администрации. Павел Петрович. Уважаемый Павел Петрович, сердечно благодарим вас за ваше расположение к нам и нашему делу. Вы познакомили нас с хорошими людьми, коммерсантами, директорами, заведующими и ходатайствовали о помощи нашему православному детскому лагерю Стану. Три года назад мы сумели содержать одного ребенка совершенно бесплатно. И это было немалым делом, ибо за 25 лет существования лагеря Стана мы не получили ни помощи, ни рубля от государства. Теперь уже 44 года, это более ранее еще. Возапрошлый год 7 детей из бедных семей жили за лагерный счет. Уже-то один было, а теперь уже следующий год 7. Прошло 15, а в этом в общей сложности со взрослыми 57 человек. То есть 52% от числа насильников не платили ничего. В этом и ваша заслуга. Да благословит вас Бог и Божия, Матерь Божия, и да дарует вам ваше душе вечное спасение долгих лет жизни. Храни вас Бог. Видите как, помогает человек, и как нам удалось. С одного начала, через 4 года уже 57 человек полностью бесплатно. И старались одеть материалы, кто-то помогает, шили там, и даже деньги на обратную дорогу собирали. Благодарность СИСКОУ АЭС, бывшему главному агроному совхоза Корщинский, а ныне фермеру, уважаемый Алексей Семенович. С признательностью за вашу помощь нам приносим сердечную благодарность. Мы помним, скольких трудов, настойчивости, хождений стоило вам то, что еще при коммунистической диктатуре в 1990 году вы сумели добиться получения нами трех гектаров бросовой земли для православного лагеря Стана. И все это вы оформили документально, помогали в те годы хранить лагерное имущество, защищали нас. Видите как, он близкий мне, очень близкий, я скажу, крестник мой. Просим и в дальнейшем оказывать помощь беднейшим из бедных, кто находится летом в лагере Стане, помогать доставкой груза в Барнаул и из Барнула мукой. Да воздаст вам Господь Бог своими великими милостями и да дарует здравие над мной долгие годы. Успехов в труде и главного душевного спасения во Христе Иисусе Господе нашему. Еще это мы благодарности писали, кто помогает. Это малая часть только. Нынче я их старался найти и всех отблагодарить, потому что я, говорю, я несказанно разбогател. Книгами, конечно. Благодарность директору издательства «Алтайская правда» Грохотову. Владимиру Георгиевичу. Владимиру Георгиевичу. Учителя и учащиеся школы благодарят вас, уважаемый Владимир Георгиевич. То есть эта школа написала, не я. И вашего мастера Веру Михайловну и всех работников, содействующих нам и детям в нашем получении нами отходов бумаги, которые получаем через православного проповедника Лапкина Игнатия Тихоновича и его жену Надежду Васильевну, преподающий христианскую этику в наших школах. Вот я посчитал, сколько хожу, каждое утро туда. Около четырех тысяч километров прошел. Редакция и обратно. Все. И бумагу разносили по школам, по больницам. Тогда нигде ничего не было. В прокуратуре, в милиции. Писать нечем было даже в милиции. Даже вот взяли в армию человека, и он говорит, ремня нету, папа, найди старый. Пуговки нету, пришить у шинели. Вот какая остановка была. Разграбление России. В это время надо было дать людям что-то. Мы рады, благодарны за самое малое, ибо сегодня так тяжело что-либо купить. Нет денег, и приносимая нами бумага принимается как бесплатная, как благотворительная помощь. Просим, сохраните ваше доброе к нам расположение и дальше. Коллектив учителей детского центра номер 37. Коллектив учителей центра школы 42, школа 68. Игнатий Лапкин добился восстановления справедливости. Наш земляк, известный христианский проповедник Игнатий Лапкин, в свое время подал их в суд по поводу изъятия у него уникальной, самой крупной в мире духовной фонотеки. Общая сумма иска с учетом инфляции составила 11 миллиардов рублей. Таких средств у власти не нашлось, и Игнатий Лапкин предложил рассчитаться с ним недвижимостью. Титанические усилия Игнатия Лапкина в борьбе за справедливость и его подвижническая деятельность по восстановлению Потеряевки в детском лагере Стане достойны подражания. Мамоновская. Мамонтовская. Она написана Мамоновская. Она неправильно. Районная газета, свет октября, март 1997 года. Вот это, да, даже. Мамоновская. Да. Барнаульский художник Александр Волобуев подготовил материал для новой выставки. Все работы, а их около 80 черно-белых и 30 цветных, посвящены одному и тому же месту, деревне Потеряевки. Это очень известный фотограф, большие премии на международных фотовыставках. По Потеряевке приедет сколько? 25? 27 лет уже, как будто бы наш фотограф. Чем же вызван интерес к этой географической отточке? В отличие от большинства российских деревень, Потеряевка не вымирает, а восстанавливается. В конце 50-х, в начале 60-х годов этот населенный пункт, как и многие другие, был признан бесперспективным. В результате отток населения и полное разрушение, но в Потеряевку вернулись братья Лапкины, отец Аким и Игнатий Тихонович. Через работы Александра Волобуева есть реальный шанс познакомиться с Потеряевкой и людьми, восстанавливающими по деревне урусскую, православную идею и сельскую общину, о которой так модно стало в последнее время говорить в верхних эшелонах власти. Кстати, 24 мая 1998 года, вновь в восстанавливаемой деревне Потеряевке, исполнится 180 лет со дня основания Олег Шнитко, молодежь Алтаев, от 21 мая 1998 года, село, которое люди находят. В воскресенье, 24 мая, алтайское село Потеряевка отмечалось свое 180-летие. У малых алтайских сел есть история жизни и смерти, а у Потеряевки еще и история возрождения. До сих пор стояли бы в поле разрушенных сел... Как 20... Сколько сейчас сейчас здесь, кажется? 21 тысяча, что ли, сел разрушенных? Единственное село, которое на христианских обычаях восстанавливается. Ну, это тоже что-то значит или нет? До сих пор стояли бы в поле разрушенные сели деревенского клуба, до острова Исп Саманных, если бы и не Акима Игнатия Лапкина, уроженцы Потеряевки, не позабывшие свои родины. Вот на 1991 году пришли они сюда с несколькими родственниками. Поначалу жили в палатках, потом строили саманные домики. Каких сил Игнатию Тихоновичу стоило возрождение села, действительно знает только Бог. Теперь здесь, на необитаемых никогда лугах, стыб, полтора десятка деревянных и кирпичных домов, хозяйственные постройки, церковь, открыли начальную школу, медпункт, восстанавливали 4 пруда. Надо заметить, что власть помогает как могут. Недавно было отменено постановление об упразднении полустанка под Степный, единственной остановке поезда, с которой можно добраться до Потеряевки. Значит, от 4 километра от Потеряевки. Однако вопрос о выделении Потеряевцем с земли так до сих пор не решен, как и проблема телефона. В случае что, Потеряевцем хоть голубей пускай на большую землю. Откуда берутся новые Потеряевцы? Люди сами находят село. Есть, правда, условия для желающих повосноваться. Не пить, не курить, не воровать и не материться. И, само собой, работы не бояться. Такой вот народ собирается в селе. На праздник съехались гости из Барнаула разных сел края. Была даже правнучка Потеряева, основателя деревни. Гости посмотрели фотовыставку, посвященную истории возрождения Потеряевки. Более сотни снимков фотохудожника Александра Волобуева пожелали хозяину доброго здоровья и долгих лет. Вот и мы присоединяемся. Свободный курс номер 22, 28, 5, 98 года. Лапки непоколебим. 16 сентября в Потеряевке деревни, которую отстроил с товарищами христианский проповедник Игнатий Лапкин, состоится епархиальное собрание священства Сибири и Дальнего Востока под председательством епископа Евтихия Курочкина. Высоким гостям будет на что посмотреть. Построили ток, купили зерночистительную машину, покрывают крышу на гумне. Лето в Потеряевке работал детский лагерь, 57 детей отдохнули здесь бесплатно на полнополном пансионе. Причем после сезона им помогли одеждой и обувью. 16 сентября в Потеряевке престольный праздник. Церковь освящена в честь священномученика Анфима Некомедийского, погибшего отрух римлян, царствования императора Деглетиана в 302 году н.э. Так что в честь престольного праздника, несмотря на пост, не обед будет рыба. А насчет кризиса, Лапкин говорит, нельзя никакого кризиса, жизнь идет. Свободный курс от 10 сентября 1998 года, страница 18. Потеряевка не меняется. Точнее, Потеряевка не потеряется. В 1972 году с лица земли из карты Алтая исчез поселок Потеряевка Мамутовского района. В 1992 году получен статус поселка. Зарегистрирован устав деревенской общины с целью восстановления деревни на основе православной веры и благочестивых старинных русских обычаев. Вот что главное. От исчезнувшего поселения оставались только полуразрушенные стены колхозного капища клуба. Здесь и находится ныне церковь в честь священномученика епископа Анфима Некомедийского, замученного в эпоху Деглетиана в 302 году. За всю историю христианской церкви это единственный епископ, приход которого, составивший 32 тысячи прихожан, весь сон во главе с архипастором взошел на небо, были сожжены в храме. В этом году наше торжество, 16 сентября, наш правящий епископ Ишимский, Сибирский и Тихий Курочкин прибыл сам и несколько священников из Сибири и Киргизии. Также были гости из разных сел и городов Алтая, Новосибирской области, города Тюмени. Богослужение прошло чинно, торжественно по уставу Русской Православной Церкви. Такое богослужение с епископом и священнослужителями было впервые в этом районе. После литургии был крестный ход, шел снег. Вокруг храма и через крытое гумно владыка окропил зерно святой водой и к месту закладки нового храма. Владыка сказал назидательное слово для верующих. Пожелал всем доброго здравия, душевного спастения, благополучно убрать урожай, воспитать подрастающее поколение православной веры. В ответном слове настоятеля храма, благощиный Алтайского края, протеерей отец Аким Лапкин поблагодарил архиерея и всех гостей, что составили такое торжество. После богослужения и молебна с водосвятием была предложена праздничная трапеза для всех гостей и жителей поселка Потерялька. Была беседа, на которой епископ ответил на все вопросы, задаваемые о жизни и вере. Игнатий Лапкин, православный проповедник, жизнь Алтая, октябрь 1998 года. Заявление. В архитектурный отдел Мамутовского района Алтайского края о жителе поселка Потерялька. Вы неоднократно запрашивали нас о том, как бы нам хотелось назвать главную улицу поселка Потерялька, уже строящуюся. Считаем, что если сам поселок Потерялька сохраняет память о первом поселенце здесь, в 1818 году, в Потеряльке, Семен, Венедикт, Нифонт, Ибан, Геннадий, то восстановить заново в наше время полностью разрушенное в 1972 году это поселение, при сильнейшем противодействии властей, это дело несравненно более трудное, чем было у Потерялька. Идея восстановления, ходатайства на всех уровнях, первые жители, все это было от семьи Лапкиных, по благословению матери Лапкиной и Марии Егоровны Чунаревой, матери героини, родившей и воспитавшей в поселке Потерялька 10 детей. Здесь она жила 60 лет, из 86 лет, прожитых ею 15 июля 2012 года, 29 ноября 2012 года, с нашим отцом Тихоном Дмитриевичем, инвалидом второй группы Великой Отечественной войны, 29 июня, 10 и 25 августа 85-го. Назвать улицу имени Марии Лапкиной, оставив память потомкам о героической женщине-труженице, глубоко верующей православной христианке, память ее в род и род. Это решение принято на общих собраниях Христово-Движенской и Свято-Анфимовской общин, 21-го, 11-го, 1990-го ноября года Лапкина Тихонович. Просьба была удовлетворена и единственная улица поселка, называемая именем Марии Лапкиной. Дальше. Народный лист. Народный. Наградной. Что, Никита? Стрелок 2-го взвода 3-й роты 1-го батальона, 630-го стрелкового полка, Смоленское направление, ныне работающее пастухом колхоза Новая Зря, Корчевского сельсовета, Шашевского района, Алтайского края, Родового Лапкина Тихоновича Дмитриевича. Медали за отвагу. Год рождения, 1912-й, русский. 50-й, то 12-й, тут не знаю. Колхозник-христианин, беспартийный, в Красной армии с 1 июня 1941 года по 7 сентября 1942 года. То есть его взяли еще до начала войны? Участие в гражданских и отечественных войнах с 1 июля 1941 года по 7 августа 1941 года. 1 июня, а здесь 1 июля, непонятно что. Ранен под село Ярцево, Смоленской области, 7 августа 1941 года, ампутирована левая рука. В 1941 году в составе 2-го взвода 3-й роты, 1-го батальона, 630-го стрелкового полка на Смоленском фронте участвовал в бою за город в Драгобуш. И 7 августа 1941 года был в бою за село Ярцево. При выполнении заданий командования наступление был тяжело ранен авиабомбой в левую руку. Рука ампутирована, и он был отправлен в тыл на лечение. Выводы за активное участие в выполнении заданий командования представлены к правительственной награде медали за отвагу 13 ноября 1944 года. Шарчинский районком. Шарчинский районком. Капитан от адрес службы страхов. Ну вот, это административное видо. Рапорт начальнику МОП УВД. Милиции общественной безопасности. Алтайского края. Подполковнику милиции Сметанину Юрию Николаевичу. Телефон. 4 октября 1998 года в 21 час 15 минут позвонил бывший сотрудник органа внутренних дел, подполковник милиции в отставке Дружинин Геннадий Петрович. И сообщил, что житель села Потеряев, Каматовского района, Алтайского края Лапкин, Игнатий Тихонович, угрожает ему физической расправой, клевещет на него. Преследует им цель, чтобы Дружинин продал свой земельный участок в доме в селе Потеряевка. Вы видите как вот, он все время пил, корешок хрена на 3 литра спирта разводил. Ну и тут бегал по деревне и кричал, Игнатий меня убить ходит. Говорит, он в Барнауле, а он ничего не понимает. Ну и скончался. Неприязненное отношение между ними возникло ввиду того, что Дружинин является внештатным участковым инспектором милиции, пересекал правонарушения. Пересекал, это да. Какие, что, никто не знает. Там позвонил и так сказал. Совершаемый Лапкиным. Кроме того, он сообщил, что Лапкин является главой религиозной организации, злоупотребляя доверием членов организации, получая при этом выгоду. То есть то, что он научили, вот так он это все и написал. И дальше против него возникнут уголовное дело за клевету. И он от страха скончается. 2 октября 1998 года по настоянию Лапкина его племянниками были причинены телесные повреждения мужу его сестры Николаю. Фамилия не установлена. О чем Дружинину сообщила родная сестра пострадавшего Людмила Ивановна, которая в настоящее время находится ввиду причиненного физического вреда на стационарном лечении в одной из больниц города Барнаула. Нашли, ничего нету, покинутый человек, алкаш, ничего, он говорит, меня никто и не трогал. То есть ничего нету. И как он, я тогда, я делал занятия в милиции, туда в этом отделе, они говорят, а это сквалышник такой был, мы его хорошо знаем. Причиной избиения Николая послужили дружеские отношения с Дружининым. Николая я бил, потому что он с ним хорошие отношения, вообще не сообразил, что. Со слов жителей указанного села, Дружинин сообщил о том, что в ночное время суток из религиозной общины была изгнана молодая женщина Людмила, при этом у нее пропали ювелирные украшения. Ввиду сложившейся криминальной ситуации в селе Потеряевка, Дружинин просит смешательства в конфликт сотрудников органов внутренних дел. Интересно, он пришел и говорит, у меня большие связи, я много зла вам могу сделать, много зла. Начальник милиции генерал-лейтенант Чернов, там Сотников, полковник, кто-то все это. Он только начал делать, и обоих сразу убрали оттуда, из генеральской должности под суд. Там квартиры, ни раньше, ни позже. И он остался, опять никого нет. Дежурный офицер МОП УВД Алтайского края, капитан милиции 4 октября 1998 года, Горашенко, ИГЭ, таких, кавычка, разоблачений было множество. Прокуратура Мамонтова в милицию района края было много проверок, и, конечно же, ничего не обнаружили, кроме пьяного милиционера. Прокурор Алтайского края государственному советнику юстиции 3 класса Лапкин и отставник. На Алтае есть такой христианский проповедник Игнатий Лапкин, заменит он своей тяжбой с властями, позволивший ему отсудить недвижимость в Барнауле в счет материального ущерба, нанесенного Лапкину еще при советской власти. Также Лапкин возродил свою родную деревню, потеряв в Мамонтовском районе. Но что за жизнь без испытаний? И таковые были поднес послания Лапкинской общине. Поселился, потеряв в Киоставной подполковник милиции. Он жизни праведно не понимал, пил, и это бы еще ладно, но мужик принялся за общину писать письма кляузные во всякие инстанции. Летом Лапкин решил из окрестных болот устроить маленькие пруды, для этого надо было создать плотины. Договорились с бульсдальзеристами, пригнали машины. И вот как раз тот момент, когда ревущие бульдозеры застыли на берегу болота, пьяный отставник прибежал и начал митинговать. Он кричал, что работать нельзя, потому как по дну болота проложен стратегический кабель. Потерявки, а колки, стратегический кабель вообще. Что уж за кабель пролегает в полях Мамонтовского района, а так и осталось тайной. Но бульдозеры уехали ни с чем. Заплатили деньги, у нас все пропало. Теперь Лапкин борется с составником свободных курсов 1999 года. Дальше. Подключили газеты «Московский комсомолец» и объяснение Курдюма. Вот он живет, его телефоны. Когда написали статью, то... Чтобы усилить статью, нужен был рисунок, в который нужно было вложить всю суть статьи Лапкина и Игнатия Тихонища. И тогда этот, когда суд начался, я подал на них клевета. Да. И тогда этот художник-то и пишет. Ну, и по просьбе Федяева... Автора статьи Дмитрия. ...был подготовлен рисунок, в котором я отразил библейского персонажа-черта, скрывающегося под благопристойным обличием. Да. Также по просьбе Федяева на заднем плане рисунка была помещена в дверь со словами «Община отца Игнатия». При этом я не знал Лапкина и Игнатия Тихонища, не собирал им никакой информации, не видел его изображения и даже не пытался представить его в рисунке. В соответствии с вышеизложенным, считаю себя ненадлежащим ответчиком по данному делу и прошу первого исключить меня из числа ответчика по иску Лапкина и Игнатия Тихонища. Второе, рассмотреть дело о моем отсутствии. И говорят, московские комсомолецы, им нельзя судиться, у них в Москве, главное, ну можно попробовать. Так меня прокуратура поздравляла, краевая. Суд с московским комсомольцем Лапкин подал в суд за оскорбление чести и достоинства 13 июня 2001 года в судебной ведоколлегии по гражданским делам Алтайского краевого суда по председательствам Чубукова СК вынесло определение по делу номер 33.18.24. Решением суда Октябрьского района от 13 марта 2001 года в суде Козловой НП иск Лапкина удовлетворен частично. ЗАО МК регион взыскано в пользу Лапкина и компенсации морального вреда в размере 1500 рублей. Полтора тысячи. Лапкина, Титихович, никакого отношения к сатанизму и дьявола поклонникам не имеет. Представьте, какие слова пишет Краевой суд. Это что-то стоило. Тут букву Я можно добавить. Да, да, да. Лапкина, Титихович, является человеком глубоко верующим проповедником зарубежной православной церкви, старой крехтоподыжицкой общины. Представьте, суд пишет какие слова, да это не судебные как бы слова-то. Краевой суду определил и вынес новое решение. Признать сведения, опубликованные в газете МКанал Тай, а именно, Лапкин, Титихович, является пасторем-посредником. Это первое. Лапкин, Титихович, является небезуспешно судиться с прокуратурой железнодорожного района. Лапкин, Титихович, напористый настолько, что его родной брат отец Аким, миру Аким, Титихович Лапкин, священник Москопотерявской церкви, даже собирается уехать из Потерявки. Говорят, что жить там, точнее уживаться становится все тяжелее. То есть, что на ум приходило, то и писали. Отец Аким решил куда-то уехать. Вплоть до угроз проколоть шины автомобилей родственников и знакомых. Священнику Зруцовского района Илье Бутырину понадобилась неделя жизни там, чтобы сделать однозначный вывод. Секта со всеми вытекающими последствиями. Какой священник, а это секта Новая жизнь. Приехали, они ехали мимо и заехали. Ночевали одну ночь. Жил неделю. Какой он мог сказать? Да ничего он не мог сказать. То есть, ни одного слова нет, чтобы подтвердить. Недействительными... Сектант, говорил, приехал, секта и Новая жизнь, это вообще... А о других, говорит, секта. Недействительными порочащими честь и достоинство Лапкина Тя Тихоныча. Взыскать за ОМК Налатая в пользу Лапкина Тя Тихоныча компенсацию морального вреда на размере 3000 рублей. То есть, если бы я был как Лужков, Юрий, то 300 тысяч было бы. Ну, должность маленькая моя. О Потеряевке. В нашу жалобу в отношении лагеря верующих сообщаю, что сразу после ее сообщения совместно с председателем райисполкома мы выезжали в то место и обнаружили последствия хулиганских действий в нем. То есть, мы выезжали, а в лагере все сожжено было. Расследование поручено участковому инспектору Калетину ВМЭ. По данному факту, упрошены пастухи совхоза Корченский, которые пасли телят летом этого года возле лагеря. В том числе и пастух Гладышев. Подростки в сел Урывка и Шарщина. Однако, до сих пор положительных результатов нет. Осложняется это тем, что многие подростки, подозреваемые в поджоге лагеря с осенью этого года, призваны в ряды советской армии. Вот так они там и служат теперь. А потом их в Чечню, а потом их сожгли. Лежат трупы обгорелые. Работу по выявлению правонарушителей продолжаем. Постараемся их выявить и дать вам в ответ по текущему году. В текущем году начальник АВД Монтовского района Располкома Адам получил 9 декабря 1999 года. Тревожное русское небо о фильме «Причувствия». Это фильм, занявший первое место на международном киноконкурсе. Среди документальных фильмов по православии. Достойная человека жизнь корнями уходит в глубоко в землю, а кроны тянется в небо. И понятно, та невыразимая тоска и боль, с которой говорит Игнатий Тихонович Лапкин. Человек духовный. Сын крестьянина о земле. О земле очужденное человека. Случайно ли то, что вместе с поруганной верой, поруганной и оскверненной оказалась и земля. Молох коллективизации явился материальной предпосылкой воинствующего атеизма. «Причувствие» завешено, аргументированное, свободное от спекулятивных эффектов переоценка ценностей. Как часто идущие по этой тропе переоценки ценностей к бракосочетанию с истиной, истиной, истиной заключают союз с бесом. Дальше. «Прямая речь апреля 101 года, восьмая страница. Фильм «Причувствие» Свердловской киностудии, Красноярский филиал, режиссер Кузнецов. Владимир Сергеевич Кузнецов. Занял первое место среди документальных фильмов в России и на международном киноконкурсе. Храни вас Бог. Вот такая статья была. Как только вышел закон о земле, в этом году мы решили начать строить хотя бы один дом в зиму. Сначала нам угрожали, а теперь даже есть такие, как депутат Писарев, помогающие достать некоторый материал за наш наличный расчет. Раньше к охозе было две молочных фермы, четыре конных, две пасеки, сады, птицы-ферма, несколько овцеверм. И это всего-то там было 200 человек даже, ну 300 человек было в деревне, вот и все. Но земля оказалась и брошенной, и загаженной. Окулки вырубаются, пруды заелила, сады одичали. Как будет с нами дальше, Бог только ведает, но уже видно, что убивать нас там пока не будут. Если не возвратиться, все на круги свои не раскулачат, как нашего деда. Родителей, живших там община, будет православное. Все у нас будет по совести, так мыслится. А иначе для чего это все? Игнатий Лапкин, город Барнаул, Кристианская газета, номер 17 сентября 1991 года. Дальше. Алтайский краевой совет народных депутатов, Малый совет, решение 23 марта 1992 года, Барнаул. Все на бланках документы. О восстановлении статуса поселка Потеряевка, Хорчинского сельсовета, Мамутовского района. Рассмотрев материалы о восстановлении статуса бывшего поселка Потеряевка, Хорчинского сельсовета, Мамутовского района. И руководствуясь указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 года о порядке решения вопроса административно-территориального устройства РФСР, Малый совет Крайевого совета народных депутатов решил. 1. Восстановить поселок Потеряевка, Хорчинского сельсовета, Мамутовского района. 2. Обязать начальнику отделов и управлений комитета в администрации края, председателя Мамутовского районного совета народных депутатов провести соответствующие мероприятия, связанные с изменениями административно-территориального устройства края А.А. Суриков. Александр Александрович, потом он будет мэр, губернатор, а потом послом в Белоруссии. 1. Деревня Потеряевка. К слову сказать, одна деревня Потеряевка своему повторному появлению на карте района обязана братьям Лапкиным. Ровно 20 лет назад их родители в числе последних покинули Потеряевку. С тех пор братья почти ежегодно приезжали сюда в отпуск, жили в палатках и мечтали возродить на родное село. Когда добивались возвращения Потеряевки в сектатусе села, пришлось потоптать ковры в Белом доме. В Москве. Дело решилось. Лапкины, необычные переселенцы, к родным местам стремились верующие люди, поддерживающие контакт с Русской Православной Церковью в США и Канаде и хорошо известные в России. С нынешним главой администрации района П. Метелевым они нашли общий язык. За лето потеряльцы поставили 6 домов из Самана, один из земляных пластов. Одни из земляных пластов. Кирпич купили только на печи. Выкопали колодцы и погреба, ставили сарай, завели коров, лошадей, овец, кирпичом обложили из стены храма, в которой будет школа. Недавно получили телеграмму из Минска. Американцы купили им трактор. Правда, где он сейчас и когда поступит, неизвестно. Так и не получили, ничего не было. Это разговор. Метелев обещал помочь им приобрести комбайн. Останется купить грузовик и густичный трактор. Очень нужна вся эта техника, ведь заниматься взялись земледелем. По крупицам собирать и наконец... А еще хотят почистить пруды и развести рыбу. Одна семья думает обзавестись пасекой. Обратите внимание. Это милиционер думал, ничего не было. Ни одной колодки. Делают то, что задумывали. И скрипачевцы, но не конфликт. Это другое село, скрипачево. Тот приехал, кажется, в 46 только у него было машин грузовых. А у нас ничего не было. На корове, первой корове, на ней вывозили какие-то осинки еще пилили. И у него все рассыпалось. Стали блудить, воровать и все проще. Но не конфликтует же со властями. Собрались в Потеряевке в основном родственники, да хорошие знакомые, единоверцы. И их усилиями обретает надежду потерянная 20 лет назад деревня Потеряевка. А. Шипулин, Алтайская правда, 21-24-2022 года. Наш голос в голосе Америки. Недавно радиостанция «Голос Америки», в свое время считавшаяся для советского радиослушателя запретной, представила христианская проповедника Игнатия Лапкина. Я там был и выступил. Иззади о передаче слушатели узнали и о возрождаемом по его инициативе поселке Потеряевка. Затем оттранслировалась проповедь Игнатия Лапкина, посвященная Библии, ее воздействие на человека. Ритунский Владимир, свет октября, номер 118, 1 октября 1992 года, страница первая. Коротко, бычок по кличке Референдум. Потеряевке уже шесть голов крупного рогатого скота. Две коровы нынче купили... Это все первый год только еще. В день апрельского референдума отделилась ночка. Корова совершенно черной масти, родившийся бычок, как две капли воды, похож на свою мать. И еще говорят, что очень мил, совсем как медвежонок. Как назвали бычка? Ну, конечно же, Референдум. Развивается личная подсобная. Кроме КР... Крупного рогатого скота. В поселке четыре лошади и два жеребенка. Есть овцы-куры. В этот день мы встретили собачку по кличке Бим и кошку, стерегущую мышей. Идет посадка огородов и ужилищ. Земля разрабатывалась под грядки для луна. Лука. Лука. Ага. Чеснока, моркови. Я не знаю, где-то тут двухок. О, как так. Вот это. Чеснока и моркови. Дальше. Из красной книги. Места, расположенные вокруг Потеряевки, удивительно красивые. Флоры и фауны раскрашены в нежные первозданные цвета. Дрожит воздух над гладкой поверхностью воды взросшего луга. Сгибает ветер шесты, на который пристроены скворечники. Яркая зелень новорожденной травы разрывается наезженной полевой дорогой. По одну сторону, словно вырастая из-под земли, целая поляна редких желтых цветов, чем-то напоминающие издали подснежники. Это лекарственное растение, занесенное в Красную книгу. Горец весенний или горец. И по другую сторону, дороги разум не охватить поляны белых, желтых, синих подснежников. Тоже, кстати, занесенную в Красную книгу. Телевизор развращает. В этом твердо убеждены и христианский проповедник Игнатий Тихонович Лапкин и батюшка Яким Тихонович Лапкин. И прихожане Российской Православной Свободной Церкви. От цивилизации поселки напоминают электричество и радио. Имеется богатая библиотека литературы и религиозного содержания. Свет октября, номер 62, от 1 июня 1993 года. Потеряевки у староверов. Как ты их старовера? Не будь братьев Лапкинах, Игнатия и Акима, батюшки Иакима, может быть так и продолжалось бы пустые разорения. Трудно представить груз, что взвалили на свои плечи и потеряются, но они сильны. Как? Почему? Начнем с корней. Люди разоренной деревушки Старой Веры. Есть одна телега, была лошадь, но она погибла. Сейчас... Прибежала штырь ей, на который привязана была, штырем воткнули в спину и все, он прибежал до дома в какой-то и все. Сейчас пока вместо лошади люди. Трудно поверить в возрождение потеряевки, но когда находишься среди общины, когда видишь работу людей с рассвета до заката, наблюдаешь мудрый ритм будний, а в воскресенье идешь в храм, переоборудованную военную палатку, начинаешь верить в то, что все у сельчан будет так, как они задумали. Фотоочерк Владимира Семена. Сегодня. Киржатская деревня жила своей основательной и неповторимой жизнью до 1972 года, пока ее не объявили неперспективной. Несколько лет назад, как пчелы к разорванному улью, стали собираться в родных местах на отдых. Так и шло время без времени, пока два брата Лапкиных, Игнатий и Аким, не предложили восстановить под деревеньку. Работа пошла, зародилась постоянная жизнь, и с Божьей помощью дело движется. Так потеряются и стали не растеряются. На шести страницах фотографий Владимира Семена, российский историко-публический журнал «Родина», номер 10, 1994 года. Учредители, правительство Российской Федерации, администрация, президент Российской Федерации. У нас восьмая страница. Видите, на какие газеты потянуло потерявку? Выписка. Мамотовский район поселка Потерявка. Лапкину Игнатию Тихоновичу. Направляю вам выписку из письма, адресованного прокуратуру края. По вопросам земли, летних загонов, совхоза Корчинские отношения с жителями села Корчина. По случаях совхозный исход, позиция прокуратуры района неизменна. По окончании летнего сезона совхоз обязан принять меры по переносу загонов за границей земли села Потеряевка. Прямо в стиле Потеряевка. А село на 15 километров было. И по сути деревни, по огородам везде шатаются скотины, и пастухи пьяные валяются. К лицам, нарушающим общественный порядок, совершающим хулиганские действия, будут приняты меры в соответствии с законом. То есть матеряться там выйти нельзя. И все, постепенно уладилось. О конкретных нарушениях закона прошу информировать меня, прокурор Мамонтовского района, Совете к юстиции Сухов. 31.08.195 года, номер 1.240.205. Благодарность главному ветврачу Мамонтовского района Алтайского края, бывшему директору совхоза Кадниковский. Валерий Григорьевич Игонин. Уважаемый Валерий Григорьевич, сердечно благодарим вас даже за самую незначительную помощь в восстановлении с нуля поселка Потеряевки, за содействие в покупке вашей совхозе коня изумруд. Которого убили, убили у нас. Уделение земли для заготовки сена и другое. Сена. 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 Конечно, сена называется по-русски. Трава, когда засохнет, она, скосит. Даже в Париже сена-то. Да, да. Проснем вас и далее сохранить ваше доброе расположение к нам. Добрые дела не умирают, а содействуют на путь спасения. Да, да, да. Жизнь-то коротка, а врагов так много. Господь помогает мужественным. Вы дали нам стулья при ликвидации коммунистической партии. И при разделе их имущества в их зданиях. Это тоже лепта милосердия. Храни вас Бог. Вот когда это было 19 августа 91-го года, да, и вот мы пошли в шиповник собирать в воскресенье. Подходим к лагерю, и музыка какая-то. Стоит машина, а это приехал он. Он председатель был Каддинского района. Приехал веселый, он здоровый такой богатырь. Ну все, демократишкам теперь конец. Теперь все будет. Я говорю, откуда оно будет-то, когда нет его? Будет, я говорю, ну если НЗ поднимать, четыре месяца больше нет. Это не два человека прокормить-то. Ну и правда. А еще оно там, ГК, ЧП, там недели ничего же нет. Ну и стали все расформировать. Вот эти красные стулья-то у нас, которые, ну такие, из трубок железных. И он привез несколько стульев. Его поблагодарили. Он всегда приезжает. Хороший для нас человек. Просто хороший. Богу слава. Это Патеряевка один материал и подготовил. Во славу Божию. Аминь.